здравствуйте милые друзья с вами лавана и передача единства встречи с интересными творческими людьми которые принадлежат к разным религиям сегодня у нас в гостях марина лавская удивительная женщина красавица интеллектуалка она преподает индийский классический танец стиль одессе здравствуйте марина я как всегда задаю всего лишь три вопроса в основном первый вопрос вам нужно будет рассказать о себе то есть краткая автобиография чтобы наши зрители узнали вас как о человеке второй вопрос какую роль играет бог в вашей жизни и третий вопрос практически реальной истории когда так или иначе проявлялось что-то божественное в вашей жизни вам помогало итак первый вопрос расскажите о себе у меня несколько образований я получила филологическое образование и юридическое и благодаря этим образованием академическим скорее всего втором юридическим юридическому образованию я очень часто себе задавала вопросы касаемых не человеческих законов а законов выше их и всегда интересовалась тем что руководить людьми я происхожу из рода историю которого я узнавала самостоятельно то что мои родители очень рано оставили тело был период моей жизни когда я трудилась в органах закса это позволило мне забрать некую историю о своих родных с маминой стороны у меня есть далекие потомки болезни анны павловой с папиной стороны есть интересные очень люди которые изучали веды русские веды славянские веды сожалению вот складывается такая ситуация на сообществе что про своих родных мы более чем за 75 лет узнать не можем даже этого хватило мне чтобы помочь самой себе и своим родным стать лучше чем предлагает нам очень много образований получала в сфере психологии в сфере культуры по службе я работаю в высшем образовании преподавателем по службе мне много предлагалось сделать академическую карьеру но это мне никак не вдохновляло был период работы качестве юриста консультанта адвоката сейчас преподаю в высшем учебном заведении и по совместительству являюсь преподавателем индийского классического танца адвоката который ну просто ворвался в мою жизнь я не могу сказать потому что я занималась танцами с детства я занималась художественной гимнастикой и мне вот все время чего-то не хватало очень хватало я не могла понять чего был период когда изучала восточную культуру танец живота но так и не смогла выйти на сцену вот в таком виде в котором предполагается почему-то не смогла это сделать и когда благодаря своим подругам я узнал о том что это что индийский классический танец можно изучать у нас в москве в культурном центре при посольстве индии я обошла все направления которые там существуют и детских классических танцев очень много и остановился именно на одессе это вот тот стиль который фанатом которого я являюсь и преподаю его и делаю так чтобы мои студентки полюбили этот танец потому что это не больше не просто танец это гораздо больше я думаю об одессе мы попозже еще поговорим да я думаю что будет такая возможность ну вот кратко то есть есть академические образования есть образование которые я получала потому что есть потребность тела и духа есть есть не определенный жизненный путь есть ошибки есть опыт самое главное по моему у вас есть замечательная дочка да у меня есть . вы не замужем нет хорошо но теперь тогда одессе мы оставим на потом теперь как вашей жизни проявился бога когда он появился вообще этот вопрос я знала что он будет задан вам и лавана настолько интимен что многие вещи не хотелось бы вносить мне надо было тоже можно сказать только то что можно сказать впервые осознание бога как сейчас помню это лет 8 да я поняла что жизнь каждого человека она заканчивается и надо сделать так чтобы в те времена когда я училась была популярна книга как закалялась сталь вот и там слова главного героя надо прожить жизнь так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы за бесцельно прожитые годы да вот я это поняла и как могла вот в тех условиях которые предлагала мне жизнь я старалась и осознание бога она для то что я мои родители они достаточно такие были но обычные люди тем не менее допустим я могу рассказать что в 19 лет я испытала сильную потребность покреститься я сама пришла в христианскую церковь узнав у мамы она в тот момент была жива узнав у мамы что я не крещеная я пришла в церковь как сейчас помню молодой батюшка он спросил где я учусь я сказала филология соответственно мы изучали старославянский язык у нас был специальный курс он вручил мне книгу со старославянскими молитвами и сказал читайте сам отошел на время вот я сама себе прочитала молитвы он покрестил меня это целый такой процесс был интересный своим участием вот эта потребность она была другое другое дело что только с приходом моя жизнь физической культуры и как сказать вот когда я поняла что бог это личность вот эти пазлы которые были у меня в голове они сложились и все станции места хорошо значит как проявление проявления был реально 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 пример реальные примеры осознание того что бог это личность что за порядком которые есть вокруг меня стоят определенные личности хотя их не вижу я поняла прежде всего в отношениях между людьми не буду распространяться но вот есть как сказать есть есть вот человек да допустим партнер это четко понимаешь что несмотря на желание этого человека и твое желание осуществить какое-то дело но стоит вот эта вот стена который поставили явно не мы потому что желание у нас есть вот это ощущение стены что я поставил не человек а личность который против того чтобы делались какие-то дела против отношения против отношения против совместного дел так было вот ну как сказать я не могу выразить словами это позволило мне еще больше уверивать в то что бог это бог и его представители являются личностями и и какими это один из примеров еще есть они связаны большая часть примеров будет связана наверное с нахождением вот у меня конкретно уже в одессе потому что одессе это не просто танец а там такие пищи позы принимаются освещенные действия это тело принимает позы например забегу вперед допустим одессе есть позачок это поза бога джаганатха они являются тренировочными поза три банги трилинга это поза кришне он стоит в ней тело когда он необычный для русского человека вот в современного русского человека эти позы они необычны для западного человека я вас уверяю одно нахождение в этих позах 7 потов сходят с тебя и когда ты через тело выходишь на это состояние ну это точно да это очень точно мать и даже вот занимаюсь этим давно достаточно очень много надо заниматься чтобы просто выйти на сцену стендовать станет станет длительностью одну минуту это много много нужно сделать много тренировок пройти но осознав бога уже на сцене и виде как это влияет на зрителей что действительно присутствует личности во время твоего выступления которые которых можно назвать представителями бога это непередаваемо серьезно можно я скажу немножко одессе это очень древний стиль танца классического танца индийского ну в общем так по большому счету не только индийского этот танец в основном произрастал что ли в штате арииса и он непосредственно связан с поклонением господу джиганатху господу джиганатху нашей вселенной вернее на нашей планете земля поклоняется примерно два миллиарда лет и с различными перерывами вот этот танец шлифовался тоже примерно это же время были времена когда он забывался и забвение опускалось на это место но обязательно наступало время когда это место проявлялось когда храм находили когда возобновлялась поклонение господу джиганатхи и вообще стандартной как бы ведической традиции является наличие в храме господа жены господа джиганатхи и одессе это танец священное действие танец поклонения я видела как танцует марина мне очень нравится в ее исполнении танец мокша вот этот удивительный уникальный танец мокша танец освобождения его танцуют до сих пор каждый вечер перед тем как господь джиганатха заснет каждое действие каждая поза в этом танце она обозначает что-то она что-то проявляет и танец фактически он почему является священно действием потому что если допустим вот танцовщица танцует танец ганеши шивы господа джиганатхи вот я сама видела да как марина танцует и она настолько как бы придается этому танцу она настолько проникает его углу его суть что перед ней открывается пространство того божества танец которому она танцует и права марина да и я всегда советую почувствовать это девочки которые у меня занимаются и те девочки с которыми я занимаюсь в культурном центре посольстве у всех разные ощущения от танца но я могу сказать что длительное время я нахожусь в этой практике я ее меньше как духовной практикой не назову я вижу изменения которые происходят во внешности в судьбах явно человек понимаете вот явно было ощущение что девочка пойдет вот этим путем он начинает танцевать и и как бы разворачивают она становится совсем совсем другой конечно должно пройти время определенное и вне зависимости от того как складывается ситуация социум наличие мужа детей каких-то материальных благ она счастлива представляете обыкновенно я могу сама рассказать по личному опыту я видела девочек которые пришли на первое занятие по своей сути они были таким нечто среднем не мужчина не женщина очень неженственная одежда но благодаря буквально нескольким занятиям марины они изменялись у них становились более плавными более грациозными движения они становились женщины то есть этот сам танец он проявляет себе женщина несомненно потому что даже вот эта позиция чок о которых о которых о которой мы говорили она поза джаганатха то есть там такая мужская мужская позиция достаточно жестко идет работа ногами руки должны то есть она дает не мужскую энергию для женщины а именно энергии выносливостью которые необходимы материальном мире даже для осуществления духовной практики я уже не говорю про допустим походку которую мы называем все на занятиях походку на кшми вот это чего ли походка когда женщина идет и мать она преображается в этой позе три банка в которой постоянно находится кришна в этой позе женщина идет к красавице вне зависимости от физических каких-то данных совершенно то есть одессе раскрывает женщине женщину вопрос у нас был связан с богом я всегда говорю что когда женщина поймет что она женщина поймет что есть бог это высший высший нескончаемый такой процесс принципе это очень необходимо русским женщинам на мой взгляд я могу ошибаться нет но ощущение себя как женщины она необходимы всем каждый из нас почему потому что изучая культура одессе изучая танец с точки зрения ведической культуры той которая была в индии той которая была на руси я могу сказать что и сама изучая народные танцы те которые сейчас танцуют и называют их русскими народными с этими скриками да когда крутится кричат видели да наверно то есть это далеко от тех стандартов которые были на древней руси там были движения очень плавные очень красивые там водились хороводы и женщина она танцевала немножко по-другому и осознание бога через танец да кстати я забыла сказать что когда готовилась к эфиру я нашла выражение которое существует на востоке оно характерно как раз для индии сказано так что танец это самый короткий путь к богу имеется ввиду конечно танец индийский классический вот именно он он действительно позволяет позволяет коротко осознать быстро быстро коротко я говорю это не для того чтобы вы все стали заниматься одессе ну и не стали ожидать а потому что у каждого свой путь но так говорят в индии танец самый короткий путь к богу ну с точки зрения физики вот точно можно сказать в принципе одессе является частью женской йоги и очень многие позы в одессе и вообще в индийском танце классическом они и являются югическими позами и просто идет такая быстро иногда быстро иногда более иногда медленная смена вот этих югических асан это все женской грации естественно когда женщина танцует опять же у нее прочищаются энергетические каналы она оздоравливается и все-таки так как это религиозный танец такой очень высокой интеллектуальной насыщенной музыка соответствующей да должна быть то женщине очень легко через такой танец осознать свое тело и соединить свое сознание со своим телом то есть стать самодостаточной полноценной высокоразвитой личностью изучая физическую культуру я обнаружила что мальчиков готовили по мужскому типу и они занимались хатха йогой для того чтобы контролировать свои чувства плавали и занимались борьбой девочкам все это вместе заменяли занятия индийскими классическими танцами тут и плавание тут и выносливость тут и ну то есть и йога потому что все позы они являются действительно йогическими есть есть такая легенда которая говорит что шива бог полубог танца как раз и создал 108 поз которые затем перешли в танец ну это йога это йога для женщин я и одессе я всегда если просит какую-то рекламу дать для заняться я пишу обязательно что-то танцевальное йога это на мой взгляд женщине очень трудно сидеть в позах и если допустим я знаю как лалана преподает йога она дает это по-женски и мягко для женщин но большинство инструкторов допустим у нас в москве эту йогу дают таким образом что женщине уже приходят как сказать уже проработанные по мужскому типу такие ну высушенные немножечко активизируем русская активизируется мужская энергия а ее и так достаточно уже уже достаточно поэтому если йога заниматься то лучше с лаланой конечно но я советую танцевальный танцевать танцевать потому что там это комплекс это танец отдельно нельзя вот так взять и там нужно и понимать игру на музыкальных инструментах и вокал должен чувствовать чувство ритма чувство музыки все все танцы они это либо молитвы важного либо гитара винта святого джайд то есть это все все посвящено божественным энергиям понимаете архитектуру надо знать надо знать живопись то есть это путь на который если женщина стала он длиною бесконечно да то есть без конца без конца и ты в конечном итоге красивый красиво вот лавана она говорила про мокшу и естественно такой то не существует в одессе в конце обычно шлока звучит посвященный шире и говорится что шиба как бог танца он почему мог шиши вот они как-то рядом потому что он очень рад что люди танцуют очень рад и берет под свое крыло всех танцоров и в конечном итоге мокша через шиба обеспечена практически всем кто танцует индийский классический танец конечно я говорю о нем потому что остальные танцы к сожалению могут развивать другие энергии не столь нужны женщины может быть марина вы расскажете о том как вы чувствовали какой-то вот божественное вмешательство а когда выходили на сцену и вдруг что-то забывали вам помогали потому что все таки атмосфера духовная может вы чувствовали само божество танца расскажите что такое ну это было конечно еще раз говорю что многие вещи я просто не могу сказать что что можно было скорее я скажу слова которые мне передали люди то есть зрители я выступала на программе александр хакимова очень известный и ощущение того что в зале кроме духовного учителя кроме преданных кроме ваш на находится какая-то божественная личность она не оставляла меня и после исполнения танцы ко мне зашли зрители сказали что во время исполнения танца они находились на райских планетах то есть я это не плод воображения надо люди приходят и передают практически те ощущения у нас совпадают и виды и ощущения в общем это кстати одной из особенностей вот если йога как говорится если йога она направлена то чтобы личность она работала с собой то здесь в танце она как танцевальная йога ты должна через тело работать еще и со зрителями должна изменяться атмосфера в зале то есть требования к танцовщицы достаточно я бы сказала струки обычно и к внешнему виду и к тому что она несет исполняет танец какова ее жизнь во время тренировок обыденная жизнь какова то есть там достаточно высокие требования чтобы ты могла донести вот эти энергии до зрителей изменить их сознание достаточно так вот насколько я спрылась я думаю из того что вы сказали здесь срабатывает такой вот духовный принцип бог находится там где находится его преданный и одессе как часть индийского классического танца она развивает это танец развивает преданность преданность божества танцы которых танцовщица танцует и естественно когда она танцует искренне совершенно нет ничего такого не естественного когда атмосфера и пространство этого божества а это обычно высшие райские планеты или части духовного мира они опускаются там где находится источник вот этой преданности то есть танцовщица вот летом приезжала знаменитая индийская танцовщица одессе госпожа суджата то что она делает на сцене это сверх священное действие и когда она танцевала танец дурге богини дурге еще какие-то такие вот необыкновенные танцы четко чувствовалось что на сцене находится сама дурга и она так внимательно смотрит как ей поклоняются вот этими асанами в движении она чувствовала что энергия танца которые энергии дурге которая проходит через тело суджаты она идет на зрителей когда она танцевала танец посвященный по моему шиве был то есть все танцовщицы которые тогда выступали через они являлись просто прозрачной средой между тем божеством танец которого они танцевали и зрительным залом и вот эта благостная уникальная духовная энергия она пронизывала зал буквально она возвышала душу и хотелось и не знаю плакать смеяться петь все ушли с этого концерта это не обучение радостное настроение это наша гурджи саджата махапатка она часто приезжает к нам дает мастер-классы в культурном центре при посольстве Индии девочки очень часто к ней ездят в Индии но это личность перед которой я преклоняюсь действительно через нее идет даже если человек вообще ничего не знает о преданном служении глядя на суджату он получает эту милость то есть само счастье на нахождение на концерте даже суджаты на мой взгляд это уже просто сказать ура просто ура что вы туда попали но я могу сказать у меня было такое же ощущение от твоих танцев спасибо когда вы танцевали одна и когда вы танцевали и со своими студентками и со своей ближайшей так скажем подругой по танцу Ниле вот было да было тоже самое ощущение что реально открывается пространство это не только мое мнение люди с такими экстрасенсорными способностями они были буквально в шоке глядя как танцуют вот эти две уникальные женщины они говорили боже мой но это же пространство оно просто спускается на землю и все зрители они оказывались в этом пространстве а пространство оно же делится своими духовными качествами эти качества они поселяются в людях поэтому смотреть одессе это настоящее духовное наслаждение да еще лучше заниматься да еще заниматься потому что это дает возможность просто необъяснимое какое-то такое ощущение такую сладость которую мы лишены в обычной жизни и действительно я советую я просто советую если не одессе то хотя бы йога если не йога то хотя бы смотрите ну развивайте себя пользуясь теми возможностями которые сейчас есть в современном мире то есть достаточно в интернете нажать на кнопку набрать одессе набрать классические индийские танцы вам будут и вы получите массу удовольствия просто марина вы все-таки уходите удар от тех уникальных случаев в которых было божественное появление может быть еще что-то расскажете у меня был несчастный случай он связан был с тем что я попала в аварию автомобиль и в последний момент я вспомнила то есть как говорит себе это то о чем подумаешь у меня была четкая мысль о дочери я поняла что в тот момент моя обязанность довести до как говорится дома свою дочь и мешали силы явно было явно было такое как сказать машина должна была я должна была вместе с ней погибнуть да ну вот эта последняя мысль о дочь и она как-то разворачивается я понимаю что у нас просто чьи-то руки берут большие такие знаете вот ставят на место и без одной церапины я возвращаюсь домой правда в шоком состоянии но я поняла что вмешались и причиной этому была дочь то есть мои обязанности перед ней потому что ну вот я должна была это сделать позаботиться 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 да позаботиться так что вот такие случаи может быть вы расскажете побольше о Суджате тогда Суджата Махапатра она является продолжательницей она является одной из частей династии танцевальной принадлежит она она вышла замуж за сына Килчирана Мохапатра который как раз этот стиль Одиссии возродил Килчирана Мохапатра он как возродил потому что вы же говорили что Одиссия была утеряна и вот Килчирана Мохапатра он восстановил буквально по крупицам этот стиль он заходил в храмы Индии смотрел на скульптуры которые там изображены и думал как бы могла танцевать та или иная статую и использую традицию которая осталась в шастрах на те шастры использую на те шастры использую живую традицию про йогу устную живую традицию он все это восстановил и сейчас мы вот благодаря Килчирана Мохапатре а также Суджате там несколько школ допустим моя учительница у которой я начинала заниматься занимаясь в культурном центре она является представительницей она училась у Мадвии Мудгал которая тоже учила ну то есть Килчирана Мохапатра и Суджата они являются его ученицами вот там как говорится они несут одну и ту же традицию немножко разную понимаете смотря смотря на Мадвии Мудгал смотря на Суджата вроде бы они учились у одного учителя правда Суджата она ближе получилась родственница да Мохапатра родственница уже стала ему и ты понимаешь как женщина танцует каждый из нас она танцует себя допустим если Мадвии Мудгал посмотрите это такое она по образованию архитектор Мадвии Мудгал она архитектор у нее все точно выверено как костюм там макияж все просто вот ну и каждый шаг и на лице вот знаете прям вот вот да такая царственная я бы сказала не строго скажи а царственная царственная Мадвия Мудгал если смотреть на Суджата если на нее смотреть то когда она приезжает это просто бесконечная улыбка мы заходим это улыбка во весь род это это тоже на сцене это вот она я вот берите все это меня берите всю мою энергию и в принципе вот берите вот это Суджата мы ее обожаем потому что это как вот заряд такой заряд для нас чтобы мы занимались чтобы мы то есть она берет хотя она тоже все аккуратно все я ей ничего не говорю значит все выверено все четко но там столько эмоций там столько энергии там столько чувств да и понятно что она транслирует это просто берет транслирует через нее идет вот этот поток красоты эмоций и каждый каждый по-своему знаете вот действительно каждая Суджата это наша энергия благодаря которой мы можем преодолеть те потные простите тренировки те аскезы которые мы совершаем да вопрос окей вопрос поступил можно ли применять к таким танцам слово трансцендентные танцы в смысле выходящие за пределы влияния гур материальной природы да но для этого должен быть определенный уровень подготовки допустим вот Нати Шастра это трактат о танце в конце Нати Шастра сказано вот есть такие слова это не конец а только основание на котором мы можем построить здание дивной красоты в зависимости от отпущенного времени и творческого потенциала соответственно возможность выйти за пределы гун в зависимости от временного вашего и от творческого потенциала но это возможно в том числе и зрители которые видят девушку которая трансцендентно уже вышла за пределы ну вот так я бы ответила так да еще вопрос есть еще вопрос такой на самом деле вот жесты в танце означают какие-то действия да это относится то есть танцовщица храмовых танцев Одессе она танцевала только перед божеством в редких случаях и перед браманами браманы знали весь этот язык жест и она с помощью жестов с помощью тела она рассказывала это рассказ прежде всего Одессе это рассказ это может быть вы покажете какие-то движения и значения ну без проблем то есть есть там хасты для одной руки есть хасты для двух рук допустим когда значит перед началом занятия мы все делаем хуми пранам то есть поклоняемся земле за то что во время тренировки мы наносим ей удары ногами а затем идёт динамическая медитация посвященная шиве и там перечисляется весь тот комплекс который которым должна владеть танцовщица например ангикам тело шива ангикам гованам это весь мир да это так яс я и перечисляются вот те вещи которые в которые совершенство должна владеть танцовщица ахария ахария да одежда и все что это украшение сцены все это ахария ватчикам это та речь которая совершенная совершенная ватчикам и саттвикам совершенные эмоции совершенные эмоции которые присущи шире любой жест любое значит любое положение рук ног что-то обозначает это действительно рассказ да еще да есть пока нет так мариночка но вы все-таки еще что-то расскажите о своей личной жизни ого браво личная жизнь социально очень загружена хочу прошу бога чтобы дал мне возможность заниматься только одессе и сфере я сейчас не могу себе это позволить значит студенты не отпускают ну не знаю что не отпускают но вот хочется хочется чтобы одессе чтобы была возможность применить свои знания в том числе и в сфере одессе в сфере знаний законов вселенной именно там где мне нравится потому что на мой взгляд это подтверждают все проповедники ведической культуры женщина должна находиться там где красота счастье это способствует ее развитию ну а если нет такой возможности нужно изменить мир через мужчину чтобы он стал так красиво хорошо да будет так да будет так вот еще могу рассказать допустим упомянуть мне бы очень хотелось упомянуть о рукмине Деви благодаря которой вообще началось возрождение после долгого забвения танца индийского классического в Индии она как раз встретилась с той самой академии по изучению танца живописи ремесу она возродила полчаса вот такой подъем этих искусств в Индии да этих искусств в Индии они были поставлены на государственную такую мощную государственную поддержку была чего кстати вот не хватает да то есть искусство оно хорошо когда когда есть замечательные менеджеры даже есть поддержка когда ты не думаешь о хлебе насочном вообще это великолепно здорово тогда есть возможность заниматься этим спокойно да будет так да будет так есть еще вопросы еще есть такой вопрос можно ли попасть на ваши концерты и когда будут ближайшие ну ближайшие у нас был мы новый год отмечали в йога в клубе таттва там мы проводим занятия с Нилой Мадовой моей очень близкой подругой вот мы там отмечали Новый год женский Новый год у нас были презентации выступления наших учениц там такие смешные полудетские вот это это то что было ближайшие да кстати ближайшие вы можете увидеть Одессе 16 января в Музее Востока в 15 часов там будет лекция концерт я не помню название но это связано с Одессе будет нас обязывают то есть мы там регулярно раз в два-три месяца от культурного центра посольства в Индии если вы зайдете на сайт все подробно узнаете на сайт Музея Востока вот мы там проводим такие лекции концерты стоимость билета там вообще смешная где-то 40-60 рублей вот что ближайшего запланированного возможно что-то будет еще но как сказать пока готовимся к Новому году у нас есть вопрос из Германии спрашивает барышня есть ли танцы для беременных танцы для беременных у меня была одна студентка которая забеременела она была фанатка вообще одессе просто она занималась у меня она так как там идет работа ногами очень сильная она занималась сидя то есть она все танцы исполняла мудрые все работа глазами и корпусом но не топала ногами это было где-то месяца три первые три месяца затем можно было это все продолжить и где-то с 7 месяцев она ушла уже значит осуществлять процесс беременности до конца танцы все индивидуально на самом деле потому что надо советоваться с врачом вот с грамотным квалифицированным врачом и почему нет вот мудрые все это можно делать а с какого возраста вообще можно заниматься например если женщины уже там лет пятьдесят реально ли вообще смотря в каком состоянии женщины опять же индивидуально понимаете можно заниматься здесь особенность индийского классического танца в том что во первых это один из сложнейших танцев на планете земля сейчас на втором месте стоит балет понятно да то есть на первом месте стоит индийский классический танец на втором балет на третьем фламенко но если женщина подготовлена и до этого она занималась у нее тело проработано почему бы и нет у нас есть замечательные примеры очень там женщина приходила и пускалась в пляс через определенное время вот да если женщина опять же творческий потенциал какой не знаю время какое но здесь нам говорится не чисто профессиональная танца а хотя бы для себя мне кажется если нет серьезных то есть по войне надо заниматься я считаю вечно мое мнение я считаю что в танце вообще женщина должна знать она подтвердит женщина должна знать 64 виды искусства представляете да но танец он обязателен просто для того чтобы раскрыть определенные женские энергии поэтому танцуют все танцуют все да живя в штате Арисы почти 10 лет я видела пожилых и очень пожилых женщин которые для себя танцевали вернее почти не для себя а для своих божеств потому что конечно со временем тело стареет но те эмоции та энергетическая сила те чувства направленные к Богу во время с возрастом они усиливаются и когда танцевали вот эти пожилые женщины ну там энергии сносил буквально все да я добавлю Лалана говорит что женщина если она идет путем самоосознания самосовершенствования она с каждым с каждым часом с каждым днем становится все красивее все лучше все энергетически поэтому совершенно нет предела для возраста для занимаемся просто занимаемся я предлагаю сделать первый шаг сделайте его да может быть это будет не совсем профессионально потому что у нас не профессиональной студии у нас нет музыки например здесь нет вот пространства и нету там по три камеры стоит но может быть хотя бы вы несколько жестов покажете нам очень интересно честно говоря и хотя бы расскажите что они означают надо вставать или продаж сиди ну хотя бы руками очень интересно честно говоря я думаю нашим зрителям будет интересно какие жесты что означает кое-что я показала допустим очень часто так душу изображаю лотос бачка уже показала ахария это показывал костюм сережки вот так у Шива показывает как он сережки одевает эту сережку потом другую чандра тоже уши чандра да первый павлин да первый павлин у Кришны да вот здесь вот такая майова есть перо вот так одевается шикхара то что собирается волосы в пучок да делается пучок в заколку сюда и вставляется перо павлина флейта вот пожалуйста флейта Кришны сюда уходит вообще масса масса а красивая девочка вот тоже так изображается вот так допустим если ах красивая девочка вот так вот а если хотят сказать что перед нами очень разумные мужчины то вот так видите хаста одна и та же хансаси да вот это разумная а это красивая идеальная если ту и другое комплекс а ганеши как изображаются ганеши по-разному изображаются ганеши масса вообще просто масса допустим вот тарелка со сладостями которую он держит тут сладости а вот его значит оба да люди вдохновились спрашивают как показывает любовь любовь сейчас чувство воды чувство любовь да любовь на обувине груди показывает пусть раскрывается вот так еще а мудрость мудрость это обычно ганеши показывают будхи то есть разум он самое разумное существо будхи любую песню даже современную можно тоже станцевать да я помню как марина танцевала у нее глаза значит у нее глаза два бриллианта три карата локоны я схожу с ума ребята губки у нее створки две ворота рая и вообще она вся такая ну и далее там тоже текст петь ну просто объясняешь что любую в принципе любую вещь можно разыграть в танцевать а это кстати вот когда я начала изучать все действия и в комплексе физической культуре я узнала что в духовном мире каждый шаг это танец каждое слово это песня поэтому танцуем готовимся готовимся чтобы каждый танец каждый шаг был как танец вообще индийский классический танец в том числе одессе это духовные пути обязательно у танцовщицы есть гуру она занимается философией изучает ее она совершенствует свое тело и вот все это в совокупности делает из женщины необычайную красавицу грациозную очень умную высокоинтеллектуальную и смиренную одновременно которая служа божествам хочется служить своему мужу своей семье ура с новым годом есть время еще есть да я хочу пожелать прежде всего каждой женщине которая нас смотрит счастья любви и красоты потому что это особенность женского тела дарить окружающему миру счастье любовь и красоту и пусть в вашей жизни будет возможность раскрывать себя как женщина через танцы через женские практики йоги через вокал через служение своим близким и обществу да здравствует женщина красивая здоровая привлекательная и очень женственная с новым годом на этом мы с вами прощаемся до новых встреч до свидания с новым годом